Дорогие друзья, соотечественники и гости Беларуси, нам предстоит перевернуть еще одну страницу нашей истории. Трудную, но богатым на добрые дела стал для нас уходящий 2002 год. Мы немало пережили, через многое прошли. Мы отстояли свою независимость и небольшой клочок земли в центре Европы, имя которому Беларусь. Низкий поклон вам за спасенный урожай. Государство обеспечит рост зарплат, пенсии, стипендии. Да, будет непросто, но вы должны знать, власть не допустит обвала и хаоса, не придаст ваше доверие. Если в прошлом году мы не добились чего-то, значит сами не слишком старались и напрягались. Кризисы приходят и уходят. Мы остаемся. Мы остаемся. С Новым годом! 2019-й начинался для белорусов с тяжелого вздоха Лукашенко в новогоднем обращении. А как год встретишь, так его и проведешь. О том, что будет трудно, главарь государства повторял неоднократно. Не только 19-й, но и 20-й год будет непростым. Нас будут очень сильно пробовать на зуб. А с такими-то достижениями за последние 25 лет можно и все зубы переломать. Впрочем, чем этот сложный год отличается от предыдущих, Лукашенко не уточнил. А 10 лет назад, между прочим, не менее трудно было. Завершается 9-й год непростой, как для всего мира, так естественно и для нашей страны. Хотя еще на заре своей карьеры гарант Конституции и независимости от здравого смысла обещал. Жить будете плохо, но недолго. И тут выходит обманул. Неплохо жить в Беларуси, пока удается только самому Лукашенко и многочисленной прикормленной неприкасаемой касте. Танцует отлично. Я думаю, нам всем стоит у него поучиться. Для простых же людей в стране создается лишь иллюзия экономического благополучия. Белорусская экономика за 9 месяцев выполнила годовой прогноз по ВВП. Белорусская экономика в новом году покажет рост. Белорусская экономика демонстрирует оживление. Экономическая ситуация в Беларуси за год существенно улучшилась. Белорусская экономика в среднесрочной перспективе продолжит рост. И хоть официально зарплаты и уровень благосостояния граждан в республике постоянно растут. На деле красивые экономические расчеты с треском разбиваются о расчетнике простых работяг. 100 рублей, 120, 180 сил. Самое больше 200 рублей. Вот и вся наша зарплата. 450, 400, 500 рублей это. И то люди этому радуются, если есть 500. 350, 400 – средняя зарплата. 300 долларов зарплаты в регионах считаются достойной оплатой труда. А в колхозах и завхозах потолок 300 рублей. Причем часть зарплаты выдают продуктами. Более 2,5 миллионов человек не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг. Почти треть населения. Приспосабливаются люди. Кто что, кто бутылки собирает, кто макулатуру, кто еще что-то, где-то как-то. Я на пенсии. Вот хожу, собираю железо, бутылки. А вот почему не хватает? На еду у меня грошей нема. Мне дочка помогает, присылает. Как пенсионеры сейчас живут, расскажите. Плохо. С питанием как? Ну так. Не спрашивайте. А в крупках люди. Вот сейчас зашел в Евроопт, бабка, две бульбинки взвесили. Дорого, дедочка. Дайте мне одну. Ну я к бабке-то и жить. Мне аж обидно. Причем жалующихся на жизнь Лукашенко не любит. Мол, жить вас никто не заставляет. Если вы будете кричать, я сейчас сяду в машину и поеду по своему маршруту. Да и если живете плохо, виноваты сами. Разболтанность населения чрезвычайная. Хотя иногда все же признается. Белорусы заслужили большего. Мы заслужили. Я обращаюсь к организаторам. Мы доказали, что мы можем принять чемпионат мира здесь. Да-да, честных судов, свободных выборов и достойной жизни белорусы не заслужили. А чемпионат мира по фигурному катанию за бюджетные деньги. Гимнате, пожалуйста. Простетые, полуголые, прыгают. Впрочем, каким он будет, наглядно показали прошедшие в июне в Минске вторые европейские игры. В народе их метко окрестили голодными. Наступило время крупных затрат. Загоны бюджетников на пустые трибуны и школьников на эстафету пламя мира. Ну как вы кричите, вы кричите. Ну нормально, блин. Отсутствие иностранных болельщиков и пустые фан-зоны. Чьва народу. Итак, под вас облезнятый Алексей Хлестов. Всем добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер. Я смотрю, что вас не совсем много, но все равно. Дневной запуск фейерверков в Гомеле. Вот так вот, друзья, у нас в стране тратят гейские игры. Это Гомель, центральная площадь. И Минск, стоящий в десятибальных пробках, пока по главным проспектам столицы мчится самая дорогая в мире зажигалка. Огонь, к слову, потух сразу же, как только добрался до места назначения. Кто-то думал сильно наверху в это время. Заграничных спонсоров у лукашенковских игрищ вообще не было. Страдать пришлось только госбюджету и нищим предприятиям, которых обязали всячески содействовать. Изначально планировалось потратить на развлечения 50 миллионов долларов. Нам надо будет затратить где-то миллионов под 50. Это слезы для страны. Мы белорусы! Мы в плюсе даже будем. Мы будем в плюсе от Олимпиады. Затем решили сэкономить, и смета сразу же выросла до 107 миллионов. Потом фигурировала цифра в 265 миллионов. А после признания в использовании 420 миллионов долларов налогоплательщиков, хвалиться экономией щитаки и вовсе перестали. Нам, наверное, меньше всего в стране нужно математиков. Да и никакие деньги не стоят вкуса элегантных побед. На вторых европейских играх наши спортсмены выступили более чем достойно. Каждый день на аренах звучал белорусский гимн. Небывалый успех. 69 медалей. Второе место в общекомандном зачете. Казалось бы, чемпионат мира по легкой атлетике теперь наш. Но ноль. Именно столько медалей завоевали белорусские спортсмены там. Ну а наши спортсмены попали в восьмерку сильнейших на планете. Однако, к сожалению, обошлось без медалей. И что там такого сложного было? Подготовкой надо заниматься спортсмена. Ну не можете вы руками хорошо клюшку держать, обыгрывая. Бегайте. Два раза оббежите этого канадца или американца или россиянина. Не давайте ему играть. Вяжите его. Но не вяжут же. Вот, кстати, да. Пример можно же брать с главного спортсмена страны, который даже несмотря на жару продолжает тренироваться неизвестными видами спорта. Будучи в Эмиратах, начали бегать. Я в своем возрасте 15 километров с утра. Дышать нечем. Жара несусветная. И целую неделю, целую неделю. Утром тренировка два часа, вечером тренировка. Вот думаю, выдержу или не выдержу. Ну, правда, написали, что я там умираю. Фото и видео этих изнуряющих тренировок, конечно же, нигде нет. Были ли сами тренировки? Я понимаю, что я немножко вас прибил своим авторитетом. Кстати, в случае дальнейших провалов Лукашенко пообещал, что никто из спортивных функционеров при своих должностях не останется. Кроме, конечно же, президента национального олимпийского комитета, который по некому недоразумению является еще и президентом страны. Будет результат. Хорошо, будем работать. Не будет. Ребята, надо давать дорогу другим. А вот в Эмиратах, куда Лукашенко официально поехал, чтобы... Ноги обмакнуть в этот, как он называется, в залив или в море. Он действительно лечился. Несколько суток диктатор провел в дорогущей VIP-клинике Бурджилл Хоспитал. Там ему сделали коронарное стентирование, бескровную операцию для людей, перенесших инфаркт или находящихся в прединфарктном состоянии. Видимо, проблема серьезная, раз лучшие врачи страны в президентской спецклинике в Ждановичах помочь не смогли. Двухкомнатная палата диктатора пустовала. Впрочем, о проблемах со здоровьем у Лукашенко широко заговорили после этого видео. В Армении он с большим трудом спускался с трапа самолета. Шатался диктатор и на встрече с Путиным, причем отнюдь не из-за алкоголя. Не надо было столько в Эмиратах на жаре бегать. Хотя я больше на тяжелотета похож, чем на хоккеиста. Примерно таким же образом, кстати, спускается на дно и экономика рабских в Эмиратов. Россия больше не хочет датировать непослушного Лукашенко, пытающегося усидеть на двух стулех сразу. Спасительную заломинку великий экономист видит в китайских кредитах. Банк развития Китая выделил Беларуси 3,5 миллиарда юаней. Это 500 миллионов долларов. А ведь 4 года назад Гарант обещал перестать бездумно набирать кредиты. И в течение пяти лет мы планируем, рассчитавшись по долгам, в течение пяти лет, никогда не заимствовать. Обходиться без заимствования. Беларусь тем временем уже в топ-30 крупнейших должников Китая. А должны мы вообще все. Треть ВВП Беларуси – это государственный долг. А еще ж проценты. Причем большинство предприятий развалены или неконкурентно способны. Ты знаешь, я в советские времена такого не видел. А флагманы пытаются держаться на ногах за счет господдержки. Печатный станок не включишь, обвалится вообще все. Россия это видит и предлагает свои услуги. Правда, в обмен на часть суверенитета. Любая интеграция, напомню простую юридическую истину, это частичное уменьшение суверенитета. Вот. Здесь не нужно бояться этого. Четверть века игры в интеграцию начали приносить неожиданные результаты и для самого Лукашенко. Россия сдувает пыль со старых документов, которые тот подписывал в 99-м, надеясь взобраться на российский трон. Сейчас к трону союзного государства присматривается уже Путин. А сближаться с Россией и сдавать позиции Лукашенко вынуждают с помощью экономического давления. Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, мне нахрена нужен кому такой союз. Союз может и хреновый, но дорожные карты по интеграции подписывать приходится. И хоть многие эксперты сомневаются в том, что Лукашенко готов пожертвовать личной властью, Завтра ты переходишь на Российский налоговый кодекс, послезавтра тебя попросят подчиниться российскому Минфину, а затем ввести российский рубль. Это не могут не понимать белорусские власти. Минск, тем не менее, охватывает многочисленные протесты против интеграции. Причем звучат там голоса не только против России, но и против самого Лукашенко. Ведь у нас есть все для того, чтобы жить достойно. А достойно жить не получается. Постоянно растут цены на продукты питания, топливо, коммуналку, одежду, транспорт и связь. Идет значительное отставание от цивилизованного мира в области прав человека, свободы слова, ведения бизнеса, децентрализации власти и многих других сфер. А проблемы эти, если и решаются, то лишь в узком кругу ограниченных людей. Словом, все так, как Лукашенко предвещал еще в 96-м. Своё общество за цивилизованным миром я не поведу. И никаких предпосылок для изменений, судя по всему, не предвидится. Диктатор планирует пойти на очередной срок. Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. И уже даже отрепетировал выборы себя в 2020-м. Схему фальсификации успешно обкатали на парламентской кампании. Факты голосования в ходе нарушений не подтвердились. Вот тут у нас уже готов протокол сегодняшнего голосования. Я хотел бы ознакомиться с протоколом в соответствии с законом. Помните одну вещь. Это репетиция главных выборов. Надежные и прикормленные бюджетники в избирательных комиссиях. Разве может действующий президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается? Это преподаватели, это учителя, это врачи, это бюджетники. Они все сидят в комиссиях. Согнанные на досрочное голосование рабочих государственных предприятий и студенты. Мы проголосовали, выбрали президента, выбрали свой долг перед страной. Секунду, зараз парламентские выборы. А, парламентские? Какие парламентские? Удаление честных наблюдателей, фиксирующих завышение явки и вбросы заполненных бюллетеней пачками. Покажите бюллетени в руке. Кто вам дал столько бюллетеней? Отвернем голову и поворачиваем руки, кто будет себя подобным образом вести. Внезапно переворачивающиеся флаги на полностью закрытом ночью участке. И подсчет голосов попой к публике. За нас проголосовали. А, за вас проголосовали, да? Ну вы сама не голосовала, нет? Я не голосовала, но все же. В подпись стояла, что она 14-го, за пенсионерку проголосовали. Так вы и так и не удержали голосование, да? Ну, конечно, как я могу голосовать, если за меня кто-то проголосовался? А в передние дни вы не приходили, там это терминовое голосование? Нет, конечно. И, между прочим, это не первый случай. К чему эти дурыборы стоимостью 11 миллионов долларов, белорусы искренне не понимают. За Давычка сегодня проголосовала, представляете, 350. Когда у меня, я посчитала, что всего 300 пришло. А у них за Давычка 350 сегодня. Нужные люди все равно назначаются указами сверху. 30-35% старого состава. Мы просто настоятельно вынуждены рекомендовать. И так ведь случилось. Примерно треть депутатов предыдущего созыва осталась на своих теплых местах. Ни один оппозиционер в палату номер 7 не прошел. К нафталиновым кнопкодавам примкнули молодые и перспективные. Идейный БРСМовец Сергей Клишевич, пропагандист Геннадий Давыдько и плачущий мальчик Игорь Марзалюк. Вот вам ответ на этот вопрос, если кто-то этого не понимает. Глубинный ответ. Последний, к слову, даже торжественно открыл в Могилеве перила. Получил от Лукашенко орден и записал убогую песню. Совершенно неожиданно депутатом стала мисс Беларусь 2018 Мария Василевич, которая танцевала с Лукашенко. Который вручал награду Лукашенко. За значимый вклад в развитие международного культурного насупрациониста, активную, доброчинную деятельность. Которую Лукашенко сватал в колхоз. Буквановская поедешь. Вот это хромикашка. Которую Лукашенко чуть не задушил. Это за нее учителей заставляли собирать подписи. А она, преисполненная признательностью, никак не может набраться смелости, чтобы вылезти из теплой машинки и добежать домой. С назначением Василевич, кстати, знаменитая фраза Лукашенко про перотрахывание парламента обрела некий новый смысл. Что же может сделать для нашей страны такая молодая девушка? А все, что сделал карманный парламент за предыдущий срок, лишь принял скандальный закон об отсрочках, по которому теперь можно получить эту отсрочку лишь один раз. Вел плату за проведение митингов, мол, на оплату работы милиции и медиков. Запретил анонимный комментарий в интернете и разрешил чиновникам блокировать неугодные сайты в один клик. А еще депутаты стоя пили за Лукашенко. Да, второй тост был за президента. Для меня это было стоя. И для меня это было настолько неожиданно, что я даже не смогла встать. Чокались ли? Теперь уже бывший депутат не уточнила. Очень странно, но никто из народных избранников и не пискнул, что срок их полномочий сократили аж на год, чтобы выборы не совмещать с президентскими. Последняя глава ЦИК Ермошина назначила на 31 августа, в день рождения диктатора. И хоть народ просит не баллотироваться... Я против того, чтобы Лукашенко баллотировался на выборы 2020. Прекрати преступным путем захватывать власть. Мы не хотим тебя больше видеть. Я Антон Гордовский. Александр Грицул. Волков Анастасия Андреевна. Петручек Михаил. Против того, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко... Члены его семьи, а также любые приближенные к нему люди участвовали в следующих выборах. За 25 лет мы не пришли ни к чему, кроме нищеты, бедности. Мне он надоел. Свою пиар-компанию Лукашенко уже начал. Разнес милицию за беспредел. Некоторые прибурели и оборзели в погонах до того, что они не просто не должны их носить, эти погоны. Они должны быть, эти люди, изъяты в первую очередь из нашего общества. И упрекнул, что слишком много они штрафуют белорусов. Только за неполные 5 лет зарегистрировано 16 миллионов нарушений. С дорог страны уже исчезли все мобильные камеры скорости, а милиционерам запретили штрафовать за мелкие нарушения. Говорят, временно. Во всяком случае, после выборов точно все вернется на свои места, ведь... Диктатура – это уже наш бренд. Голоса оппозиции Лукашенко не слышит. Приеду к тебе, мое ухо одно и второе посмотрят. Главный оппозиционер для него – младший сын. Он у меня главный оппозиционер в семье. У него характер похлеще, чем у отца. Он такой вот, лидерский. За обоснованный гон на систему он даже получает кубки. С такой оппозицией, конечно, можно править, как вздумается. Захотел – выкорчевал кресты на месте сталинских репрессий в Куропатах. Ты, когда забивал этот крест, ты думал о том, что там голова погибшего человека? Что ты загоняешь этот крест в тело или в голову? Захотел – посадил там туи. Они там, кто там лежит, они нас видят, они спасибо скажут. По периметру туи можно. А потом еще и подтвердил свою туевость незнанием родного белорусского языка. Вывесили табло. В иконвой худкостный режим. Ну что вы хотели этим показать? Кто поймет, что это скоростной режим, а не диктатура Лукашенко? Но больше всего выступающий раз в год на белорусском Лукашенко любит учить. Каким должен быть учитель? Должен нашему ребенку, ну да, все вложить в мозги, то, что вообще неупихуемо, как у народа говорят. Упихнуть ему мозги. Какими должны быть учебники по биологии? Слушайте, полкурса черви. Полкурса черви. Куда нужно отправлять чиновников? Думаю, дай-ка я их туда, в это говно, и отправлю. А увидев камеру, уже рефлекторно начинает возмущаться. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закоррела все там. Вообще свои колхозные замашки Лукашенко успешно перекидывает и на народ, считая его настоящим быдлом. Но все ли наши граждане могут в салоне пострижься и копыта почистить? Не все. Но как и все люди любят подарки. От малых фигурок себя любимого... О-о-о! Здесь Коля. Это Коля, да. Это Коля, да. Спасибо, сердце. ...до огромных вертолетов в качестве взяток от российских олигархов. Дарят Лукашенко и автомобили. У меня есть электрическая машина, знаешь, ты, наверное, Тесла. Я иногда ее тестировал. Маск подарил. Правда, не всегда авторы подарков почему-то сознаются в содеянном. А вообще у диктатора есть даже целый секретный гараж с раритетными машинами. Их же тоже кто-то подарил. Мне подарили эту машину на день рождения и отдал государству. Говорит, правда, устал уже. И от подарков, и от власти. Не хочет, чтобы дети президентами были. Да и сам этого хлеба наелся. Я не первый срок президента. Я уже наелся этого президентства. Наелся, кстати, еще лет 10 назад. Поверьте, я не держусь за власть. Абсолютно. Если президент станет царем, Беларуси не будет. Успокойтесь, господа. Лукашенко не тот человек, которого можно отстроить. Он уже президентского хлеба накушался. Я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило, вот так. Но вот беда. Враги страны постоянно палки в колеса вставляют. То акции какие-то проводят, то фильмы выпускают лживые. Лукашенко был ребенком непростым и по чужим садам лазил, и кошек мучил, и дрова из полениц соседей разбрасывал. Но и там неуживчивый бывший политрук тоже долго не задержался. Отправившись в тюремные вертухаи, шкловскую исправительную колонию номер 17. Это мой друг был. Я работал в райком и партии, потом на зоне работал. Этого факта Лукашенко стесняется в своей биографии больше всего. Приходится постоянно оправдываться. Я же не жалуюсь, когда на меня все шишки там валятся. Я там и котов убивал в детстве, и насмотрщиком был, и стрелял кого-то. Что я только не делал. Абсолютное вранье. Никогда в жизни у меня такого не было. Аж можно проверить. Но тем не менее ушат грязи вывели. Я же не смотрю. А если даже не смотрю, улыбаюсь. Котов в детстве душил, насмотрщиком был. Смотрел, как в тюрьме расстреливают этих приговоренных к расстрелу. А тут еще и новые признания в политических убийствах появляются. Здесь нарисовал по схемам, когда Захаренко 7 мая убирали, когда Гончара убирали 16 сентября. Кто убирал, кто был задействован. Приходится признать. Мы не ахти какие великие. И я понимаю, и вы понимаете, что уже не умирает народ от любви к нам. Прошла любовь. Завяли помидоры, ботинки жмут. Вот что делать? Может присоединиться к США вообще? Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки. Но непонятно, как это сделать в ситуации, когда Китай и Америка выступают против США. Китай и Америка начали торговую войну США. Почему? Короче, в политике Лукашенко точно сечет. Ну, президентом будет Порошенко. Точно? Да, абсолютно. Кстати, Лукашенко единственный глава государства в мире, который сначала печется о здоровом образе жизни. Идиот тот, кто курит. Курцов, это я вообще не переношу. Это дураки, это дебилы, которые сами себя гробят. А потом проводит совещание по вопросам развития алкогольной отрасли и заполняет всю страну табакерками, табачными киосками. При всем негативе, табака, алкоголя, это серьезная статья при формировании нашего бюджета, так? И тут что ни делай. Хоть министра ненавистного всеми снимай, хоть старые мантры про стабильность загоняй. Поэтому главное не потерять стабильность. Это основа стабильность. Мир, покой и стабильность. Нужна стабильность. Мир и стабильность. Все равно никто уже не поверит. Ведь на деле... Бардак полный. Бардак и бардак. Бардак, бардак и бардак. Вот и приходится, с одной стороны, поддерживать фейковую дружбу с Западом. Водка. Бадка. А с другой закручивать перед выборами гайки. Задержание, штрафы, суды. Фильм про себя в список экстремистских материалов. А его соавтору подбрасывание наркотиков на границе. Я на 100% уверен, что Чуденцова наркотиков не было. И что данное дело является политически мотивированной провокацией. А также провокацией, в том числе с участием своих источников. А то еще и подкинуть эти наркотики неугодным. Кому это надо? А дабы пощекотать свое эго и поднять боевой дух, продолжает ежегодно закапывать в асфальт миллионы долларов из госбюджета, проводя в центре Минска парады. В этом году, правда, опять что-то пошло не так. Сначала танк едва не раздавил пешеходов, а потом и китайско-российский фейерверк убил женщину и чуть не покалечил других людей. Там снова пословник не попал. Мне тоже так кажется. Отходим назад! Отходим! Отходим! Короче, сейчас там вот куча людей, там женщина кровью истекает. В общем, к чему не притрагивается, все проваливается. Взялся за яйца, молоко пропало. Взялся за АЭС, реактор уронили. Постоянное ЧП настройки. Взялся за порядок в школах, на те резонансное видео из Гомеля. Я пойду к тебе, а тебе пиздец будет. Грозился даже открутить щенку-оператору голову, запретив в школах мобильники. Отписались то, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А отписавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голубу отвернул бы щенку какому-то. В телефонах сидят там. А в итоге через пару месяцев все забили болт. Даже перепись населения и та провалилась. Не успели по датам, студентам и бюджетникам приходилось заполнять анкеты от болды и даже в транспорте по дороге домой. Ой, молчи. А Лукашенко так и продолжает жить в выдуманном мирке с зарплатой по 500 и удовлетворяясь кучкой статистов и показухой. Президент уехал, людям не нужен тротуар. Искренне считает, что поднял страну. Нами удивляется весь мир, когда гости проезжают, особенно к вам сюда. Боже мой, в рай попали. Вот я второй раз за последнюю неделю попадаю в рай. Нам стало хорошо. У нас город возразился. Нам жизнь стала хорошо, весело. Господи, мы Бога просим за Лукашенко. Но в одном рейтинге Лукашенко действительно лишь усиливает свои позиции. Отрицать бессмысленно. В списке руководителей, дольше всего находящихся у власти, он стремительно идет наверх. Остальных либо свергают, либо сами откидываются. И ведь белорусский дух никакими дубинками ОМОНа не задушишь. Ох, и жарким, видимо, будет 2020-й. Не разминись, не стынись, не стынись. То, что нельзя заблокировать и запретить. Поток свежей и эксклюзивной информации. Действительно смешно. Инсайды фотосекретных документов и видео с закрытых мероприятий. Нельзя? Конечно нет. Материалы от подписчиков. Трэш государственного масштаба. Телеграм-канал «Нехта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова